Осознанно я поняла, что такое война, когда мне было 10 лет. Прочла книгу памяти, в которой нашла 7 братьев Позолотинах, один из них мой прадедушка. Трое из них пропали без вести, двое погибли, и только два деда вернулась домой. Мне страшно подумать, что пережила моя прапрабабушка, которая является матерью этих детей. Мы, жители 21 века, не понимаем, насколько трудно жилось нашим бабушкам и дедушкам в годы Великой Отечественной войны. Это трагическое событие нанесло урон не только тем, кто воевал, но и мирным жителям, которые находились в тылу, например, как моя бабушка. Война очень плохо. Очень-очень плохо война. Войны не было бы, и колхозы были бы хорошо. Как раз стали хорошо получать до войны. Война началась в 1941 году. Отца забрали в сентябре на войну. На фронт. Под Смоленском он воевал. Там его ранили в Смоленске. И он лежал в городе Горьком в госпитале. Там немножко поправили его. Ногу его ранили. Он приехал домой. Немножко поработал. Его хотели опять забрать на фронт. В колхозе никого не оставалось, мужиков. Всех забрали. Но его оставили по броне, как тракториста. Он пахал там поле. Конечно, плохо стало. Потому что все надо было для фронта отдавать же. Надо было кормить солдат. Надо было же такой фронт огромнейший. Вот. Старались. Работали день и ночь. Мы вот маленькие были. Вот. Мне было 9 лет, когда война началась. Я работала уже в поле. Целое лето работала в поле. Мы пололи пшеницу, пололи рожь. Сено заготавливали для скотина. Лошадь запрягут. Рыдван. Так рыдваны деревни назывались. У меня не хватает воржи для лошадей. Не доходит. Сама такая маленькая. Ну, мы не я только. Все дети такие работали мы. Вот. Поле работали. С утра до вечера поле работали. Каждый день сваривают один котел. Суп не суп. Каша не каша. С общего котла ели. Кушать нечего было. Ходили старушки. Дети ходили по дворам. Собирали. Поберучки. Побирались. Как кто кусок хлеба даст. Кто даст картошку одну. У нас там луга. Как растает снег. Так собирали, что растет. Больше картошку ели. Все посылали. Молоко. Стоя есть надо было сдавать, по-моему. Мясо. Сколько-то надо было сдавать. Сколько кто мог. Все отдавали на фронт. Мы все злые были на немцев. Нас учили стрелять. В школе уже гранаты бросать учили. Песни пели. Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. Фашистской силы темной. С проклятой ордой. Тяжелые условия жизни, издурящая работа, голод, потеря родных, близких, здоровье, возможности учиться. Такова была цена победы. И одна из задач нашего поколения – помнить. Так давайте не забудем, что пережили наши предки ради того, чтобы мы жили, любили, радовались, учились и смеялись. Редактор субтитров А.Семкин